СПАРТАК Проводили работы по очистке от поросли, по вывозу мусора. В октябре также было очищено порядка 30 мешков мусора, было вынесено и складировано. В декабре месяце был очищен склон. Теперь найти развлечения на Спартаке может каждый. Здесь и горки для катания на тюбинге, и каток. Спусков сразу несколько, для самых осторожных – 2 метра. На помощь готовы прийти волонтеры. Расскажите, пожалуйста, как мне безопасно на этой ватрушке спуститься с горки? Берем веревочку, даем мне, ставлю, садитесь, обходите справа, садитесь, вперед ногами. Вперед ногами, это уже звучит интересно. Ноги вместе приподнимаем и едем. Ух, с ветерком! А для тех, кто посмелее, склон напротив. Его ширина 5 метров, длина 150. Первоклассник Богдан ходит сюда развеяться после школы. Мороз – не повод отказаться от прогулки. Мне очень нравится кататься. Тут очень весело и хорошо. А не страшно? Горка-то большая. Быстрый, легкий и очень опасный. Об этом не устают напоминать спасатели и травматологи. Для того, чтобы спуск на тюбинге или, проще говоря, ватрушке был безопасным, лучше, чтобы он происходил на специально оборудованной трассе с уклоном не более 20 градусов. Ну и, конечно, внизу должно быть большое пространство для торможения. Безопасность на первом месте. Здесь и противоскаты, и ограждения, чтобы катающиеся на ватрушках не улетали за пределы горки. Впрочем, это еще не все. В планах разделить горку на три дорожки по полтора метра каждая. Также очень просим оказать содействие по приобретению или предоставлению снеговых пушек двух штук, не менее 90 километров в час, для того, чтобы можно было заснеживать склон тюбинговый, чтобы продлить время эксплуатации. Потому что уже на 3 января 2021 года, буквально на 5 день эксплуатации, тюбинговая горка была до земли раскатана. Если горки не по душе, есть каток, его заливают по мере необходимости. Коробку 20 на 40 метров перенесли сюда из микрорайона Восточный. И это только начало, говорят местные активисты. Скоро на стадионе «Спартак» спортивная жизнь снова будет бить ключом.